МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Коломеец. Здравствуйте. К утру 6 апреля новых случаев заражения вирусом COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано. Число заразившихся коронавирусом в Крыму выросло до 20 человек. О двух новых случаях стало известно 5 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике. Новые заразившиеся крымчане подхватили коронавирус от родственника, недавно вернувшегося из Москвы. В России коронавирусом заражены 5389 человек. За сутки 658 новых случаев в нашей стране. Выздоровели 355 человек. Количество заражений коронавирусом в мире за сутки составило 82 061 человек. Такую статистику приводит Всемирная организация здравоохранения. Общее количество заразившихся достигло 1 миллиона 136 тысяч человек. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 208 странах. Наибольшее число случаев подтверждено в США – 273 тысячи, Испании – 125 тысяч и Италии – 124 тысячи человек. В Севастополе на неделю продлили режим полной самоизоляции. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев в воскресенье. Режим повышенной готовности будет действовать в городе до 12 апреля включительно. В документе отмечается, что с 6 апреля школьники будут учиться дистанционно. В этот период учеников льготных категорий обеспечат сухими пайками. Владельцы работающих магазинов обязаны нанести специальную разметку в помещениях, чтобы покупатели соблюдали безопасную дистанцию. Коммунальные службы города усилят дезинфекцию общественных пространств. Если у горожан нет возможности оплатить коммунальные услуги и услуги связи, до окончания режима повышенной готовности принудительно долги взыскивать не будут. Уточняется, что социальные выплаты будут сохранены, однако прием граждан в отделениях соцзащиты временно приостановлен. Уровень одобрения деятельности Госдумы вырос почти на 10%, сообщает Дума ТВ. По итогам марта показатель прибавил по сравнению с предыдущим месяцем более 9% и составил почти 45%. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Респонденты отвечали на закрытый вопрос. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы? Эксперты уже высказались об этих данных. Политолог Антон Хащенко на своей странице в Фейсбуке заявил, что показатель 44,8% – это фактически полное восстановление майского показателя 2018 года до пенсионной реформы и плюс 8,4% к январю этого года. Политолог Дмитрий Фетисов, комментировав в Фейсбуке существенный рост рейтинга, назвал несколько причин такой динамики. На такой рост могли сыграть не только оперативное законодательное сопровождение работы исполнительных органов власти, но и тот факт, что подавляющая часть депутатов уехали в регионы, где не устроили себе выходные или занимались самопиаром в СМИ, а оказывают реальную помощь с учетом своих возможностей, полагает Дмитрий Фетисов. Эксперт добавил, что управленческий опыт работы по организации волонтерской деятельности, поддержку работы мониторинговых центров – это те направления, где опыты и возможности депутатов сейчас востребованы и нужны. Также политолог обратил внимание на то, что подрос и остается на очень высоком уровне рейтинг одобрения деятельности президента России. Согласно последнему опросу в ЦИОМ, показатель достиг отметки 71,1%. Относительно благополучная эпидемиологическая обстановка в России, жесткие меры в первую нерабочую неделю, демонстрация готовности бороться с эпидемиологической угрозой – скорее всего причины именно в этом, пояснил Фетисов. Популярный у туристов и местных жителей Малахов-Курган закрыт для посетителей с середины марта. Несмотря на отсутствие внимания со стороны гостей, мемориальный комплекс продолжает жить. Словно по расписанию на аллеях раздается музыка, а корни деревьев напитываются водой благодаря дистанционной системе полива. Большинство сотрудников Севастопольского военно-исторического музея-заповедника перешли на режим всеобщей самоизоляции, но некоторые продолжают работать, чтобы поддерживать порядок. Малахов-Курган словно замер. На лавочках не отдыхают уставшие родители, дети не прыгают вокруг батарейных пушек, а любопытные туристы не толпятся у входа в оборонительную башню Корниловского бастиона. Мемориальный комплекс закрыт с середины марта. Можно сказать, что он отдыхает от назойливого шума экскурсий и готовится к открытию нового сезона. Большинство сотрудников Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, в состав которого входит Малахов-Курган, придерживаются режима обязательной самоизоляции, но часть продолжает ухаживать за территорией комплекса. Безусловно, мы привлекли минимум личного состава, которые охраняют и которые обслуживают и готовят все-таки и территорию, и объект к приему будущих наших гостей, туристов. Мы, конечно, всегда рады их видеть. Есть какой-то регламент. Регламент, когда мы высаживаем цветы, регламент, когда мы обрезаем деревья, высаживаем деревья. Это мы стараемся придерживаться. В период временного закрытия Малахов-Курган продолжает жить. Здесь по-прежнему играет музыка, а деревья поддерживают в порядке благодаря современной автоматической системе полива, которую управляют дистанционно. Ее установили во время реконструкции мемориального комплекса в ноябре 2018-го. Вы сейчас видите, насколько природа отдыхает. Вы сейчас видите, что хэрштег «Мы не ходим по заборам», «Мы не ходим по газонам», «Мы не рвем цветы». Насколько это благоприятно влияет на то, что мы видим сейчас. Деревья поливаются, растения поливаются. Когда все закончится, наши посетители будут довольны и с удовольствием вернутся к нам. Сердце растительной системы Малахова-Кургана находится в аппаратной. Здесь администратор устанавливает время из сектора полива. Когда один участок достаточно напитался водой, дождеватели автоматически выключаются и начинают работать на другой части территории. Одна форсунка выбрасывает от 8 до 9 кубов воды в час. Шесть насосов, три резервных и три основных полива, которые создают давление 4,7 бара, для того, чтобы, скажем, в автоматическом режиме работала система автономно. Полностью ввод программы производится с этого пульта. Пульт в такой небольшой конструкции, но очень удобный. Он самый совершенный уже из всех хантер-систем. Территория в 14 гектаров разделена на 43 сектора, на каждом из которых либо 6, либо 7 форсонок. Такое тщательное зонирование участков позволяет поддерживать в порядке все деревья Малахова-Кургана. А их здесь тысячи. Есть даже именные деревья, посаженные знаменитыми гостями. Например, каштан, который посадил дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Андриан Николаев. Или Крымская Липа, высаженная мэром Москвы Юрием Лужковым. Или Вечно Зеленая Туя, которая растет в исторической земле благодаря севастопольцу, герою России, космонавту-испытателю Антону Шкаплерову. В этом году мемориальному комплексу Малахова-Кургана исполняется 62 года. Руководство Севастопольского военно-исторического музея-заповедника надеется возобновить здесь парк дружбы народов. А пока действует режим всеобщей изоляции, специалисты музея работают над созданием выставок на открытом воздухе, реставрируют технику и готовят переиздание книги памяти. Кирилл Попов, Маргарита Чернуха, Юрий Риутин, Денис Александрович, Севунформбюро. Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отвечая на вопросы граждан, подчеркнул, что от домашних питомцев нельзя заразиться коронавирусом. Он не имеет такой тропности для того, чтобы от кошки или от собаки, неважно, домашнее это, безнадзорное животное, чтобы он был передан человеку. Ни одного такого случая в мире до сегодняшнего дня не зафиксировано и не подтверждено. Образовательный процесс в крымских школах восстанавливается с понедельника в дистанционном режиме. О формате взаимодействия учителей с детьми на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Валентина Лаврик. С электронным обучением и применением дистанционных технологий. Учителя находятся в удаленном доступе и дают четкий алгоритм действий для своих учеников. На сайтах образовательных организаций будут размещены расписания, согласно которому будут проводиться такие занятия. Очень важно, чтобы учителя дали четкую инструкцию, как будут получать домашнее задание. Министр уточнила, что 107 крымских школ, которые находились на дистанционном обучении с 23 марта, уже отработали механизм работы. Все учебные материалы и для учеников, и для учителей чиновники пообещали разместить на ресурсе Крымская Республиканская Образовательная Сеть. Также учителям необходимо вести учет этих занятий, поскольку это выполнение учебной программы. Многие школы подключены к электронной платформе, электронный дневник, электронный журнал. И естественно, что темы уроков и домашние задания будут записаны на этих страницах, а также будет вести учет успеваемости обучающихся. Нужно сказать, что для детей выполнение домашних заданий тоже в обязательном порядке. В то же время в Крыму остаются дети, которые не имеют возможности заниматься онлайн из-за отсутствия подключения к интернету. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил обеспечить школьников Республики интернетом для дистанционного обучения, а также проработать возможность приобрести электронные планшеты для детей из малообеспеченных семей. Давайте индивидуально отработайте, скажите, там где действительно у родителей нет физической возможности приобрести, подумаем, скажите мне, сколько у нас таких сейчас семей, там где вообще катастрофа просто, я подумаю, что можно там сделать. Хорошо? Давайте, да, договорились. Там где смогут нам помочь ответственные предприниматели, спасибо огромное, слава, благодарность. Как сообщил министр внутренней политики и информации связи Республики Михаил Афанасьев, у властей есть информация о количестве домохозяйств, которые необходимо подключить к интернету. Идет обсуждение вопроса с провайдерами. Прямо в ходе заседания одна из крымских компаний заявила о готовности помочь детям из города Осаки. Мы прорабатывали эту ситуацию с Валентиной Васильевной совместно. У нас есть понимание, сколько детей у нас не обеспечено интернетом. Так скажем, точечно мы эти ситуации отрабатывали. Там есть проблематика, связанная с тем, что большое количество провайдеров. У каждого провайдера свои условия подключения. Понятное дело, эти условия платного подключения. Но здесь, так скажем, мы можем или выработать системный подход, или точечно решать самые сложные ситуации. В плане, что провайдеры готовы идти навстречу, там и по рассрочкам, и где-то по уменьшению цены. Сергей Аксенов также поручил помочь малоимущим семьям приобрести детям планшетные компьютеры для занятий. Кроме того, министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик добавила, что уже снято около ста видеоуроков для учащихся всех классов. Их показывают в эфире телеканала «Первый Крымский» с 10 утра до 14 часов. Съемки новых уроков продолжатся на следующей неделе. Крымские детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп, которые формируются по заявкам работающих родителей. Кроме того, в республиканских школах власти пообещали организовать по заявлениям работающих в эти дни родителей группы детей до 12 человек среди учеников первых-четвертых классов. В условиях режима самоизоляции на сегодняшний день далеко не все гости могут приехать в студию телеканала НТС, чтобы дать ответы на интересующие вопросы. Однако наши журналисты имеют возможность приезжать для общения к ним. В ближайшее время мы предлагаем вашему вниманию специальные выездные выпуски программы «Актуальное интервью», в которых вас ожидают встречи с известными жителями Севастополя. Вашему вниманию размышления о сложившейся в мире ситуации, о том, как она влияет на каждого из нас и насколько сильно постигшую планету испытания, способно изменить каждого живущего на ней и все человечество в целом. В первом выездном выпуске размышляем вместе с главным режиссером Севастопольского русского академического драматического театра имени Луначарского Григорием Лифановым. Мне кажется, природа, вселенная, я не знаю, тут можно очень глубоко уйти, но мне кажется, она все-таки дает понять, что мы не больше вируса, то есть то, что мы не супер какие-то создания на этой земле, которым дано право пользоваться бессмерно этими богатствами и тем, что мы очень уязвимы сами по себе. То есть мы тоже микроорганизмы в этой вселенной. Мне кажется, для меня очень важно понимание того, что мы вдруг, вот вся Земля, все жители планеты должны осознать себя мельчайшими частицами. По мнению Григория Лифанова, русские люди, на долю которых много раз выпадали самые сложные испытания, имеют особенное к ним отношение. Накопленный веками запас силы и терпения должен помочь и на этот раз. Даже вот просто новому поколению, которое уже привыкло жить в комфорте, как там у Достоевского в «Преступление и наказание» говорится, мне кажется, оно должно просто задуматься о том, а как жили мои родители, на долю которых пришлись испытания, когда менялась полностью страна, когда были войны, эпидемии, революции. Это все 3-4 поколения. И до этого, что до этого у нас в Российской империи все было легко и гладко. Поэтому нам не нужно терять вот эту особенность нашего менталитета. Это то, что мы умеем терпеть, переносить невзгоды, уметь мобилизовываться. Беседу с Григорием Лифановым смотрите в ближайшем выпуске программы «Актуальное интервью». К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции 59-0060, а также мобильный, плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Берегите себя и своих близких и ждите новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok